Можете ли сказать, почему дети рождаются с гидроцефалией? Я тут посмотрела, пока Григорий рассказывал о надменности. Это ребёнок, у которого вот такая голова раздутая, потому что там скапливается вода. В двух словах скажу, как целительница, если человек совершает неправильные поступки или ещё каким-то образом проявляет агрессивное отношение к жизни других людей в прошлой жизни, в этой жизни он родится с повреждениями, потому что, совершая агрессию на другие объекты, у нас вот есть внутреннее яйцо, когда вы совершаете агрессию на другие объекты, неважно в каком виде, роде, числе, количестве. Если ваше состояние выходит из доброжелательного и нейтрального отношения, вы агрессивно относитесь к другим объектам. В этот момент в вашем внутреннем яйце монтирована механическая, автоматическая система блокировки. Это называется кармический ограничителем. Мы дали им такое название. У них много разных видов, их можно классифицировать по принадлежности к разным родам. Мы сейчас этим заниматься не будем. Так вот, как только вы проявляете агрессивное отношение к другим людям, что-нибудь им навязываете или покушаетесь на их жизнь, или проявляете надменность, из вашего внутреннего яйца выезжают специальные приборы, которые деформируют ваши полевые системы для того, чтобы вы не могли продолжать этим заниматься. Это автоматически настроенная система. И очень многие болезни можно вылечить тем, чтобы понять истинную причину, почему ваши системы деформированы, перестать делать эти нехорошие действия, совершать эти поступки, производить. Затем нужно посмотреть, что человек зафиксировал своё внимание на этом. То есть он не только перестал совершать эти нехорошие поступки, потому что целитель рядом сидит, а он не будет их совершать в принципе, потому что он понял, почему это делать не нужно. Затем можно заниматься восстановлением полевых систем. Так вот, зафиксировать их так, чтобы человек не мог совершать всякие гадости, можно очень быстро. А распрямлять системы, ремонтировать их, заменять элементы систем, которые были повреждены в результате блокировок, скажем, самоблокировок, саморазрушения. Это нужно делать годами. Поэтому все, кто хочет исцелиться, приготовьтесь, в ближайшие 10, 20, 30, 50, 150 лет будете заниматься тем, чтобы упрямлять свои системы. И, пожалуйста, без жалоб, что это нельзя сделать мгновенно вот так. Если человек плохо себя вёл, то в этой жизни у него будут повреждённые системы. И именно с такими системами человек рождается в следующей жизни. Всё, что вы накопили к концу жизни, вы с этим родитесь в следующей жизни. Поэтому что произошло с этим ребёнком, нужно рассматривать конкретно и непосредственно. Бывают несчастные случаи. Допустим, должен был уехать из Хиросимы, не успел, попала бомба, повредила систему. Ты родился вот с такой проблемой. То есть каждого человека, каждую жизнь нужно рассматривать индивидуально. Нельзя всех косить, как говорит Григорий, одной метлой, Григорий, или гребёнкой, или чем там, косой. Косой. Косой, да. Нельзя всех косить, в общем, в один сток сено кидать. Все люди разные. И конкретно ситуацию этого ребёночка надо непосредственно разбирать с родителями. Надо посмотреть его жизни, надо посмотреть, в связи с чем это произошло, надо подумать, как это исправить, надо написать план и просто начать его выполнять. Любой физический дефект можно исправить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова